Всем привет, слушайте, мне вот даже интересно, что сегодня вечером будет врать Киселёк и его такой же точно продажный трусливый дружок Славей, что будет врать Симоньян, потому что им надо будет что-то придумать. Дело в том, что начавшиеся накануне акции протеста на Дальнем Востоке, они ведь по-прежнему так и не закончились, несмотря на то, что, ну, я думаю, где-то там многие хура-патриоты об этом бы мечтали, напомню, вчера. В Хабаровском крае, когда я говорю Хабаровск, я имею в виду весь край, потому что в ряде городов прошли акции протеста в поддержку губернатора Фургала, арестованного накануне, вот сегодня они продолжаются. Правда, сегодня они несколько иную форму приобрели, если кто-то не знает, и где-то, наверное, вам, конечно же, будут врать, что протесты пошли на спад. Сегодня, повторюсь, они приобрели другую форму. Сегодня люди решили протестовать посредством автопробега, и опять же, не только в Хабаровске, но и в ряде других городов. Это, наверное, правильно. По одной простой причине, что враг не должен быть готов к твоим действиям. Я имею в виду, что вчера, никогда не думал, кстати, что назову власти наши врагами своего народа, да ещё в эфире, вот никогда об этом не думал, ну, так во всяком случае получается. Так вот, продолжаю. Вчера люди протестовали ногами, то есть вышло огромное количество людей, заявили о себе так. Да, они, я думаю, прекрасно понимали, но там есть какие-то активные граждане, которые понимали, что, в принципе, если продолжить в том же ключе, те-то суслики, они не сидят просто так, они готовятся. Я уверен, что они ночь не спали, они там со вчерашнего вечера где-то бегают в своих каких-то патриотических, ура, патриотических штабах, придумывают, как этому всему противостоять, а люди не пошли у них, да, нагоняют куда-то там в регион. Полицаев, я имею в виду полицаев, не полицейских, полицаев это вот с фашистских времён мы, да, помню, со времён Великой Отечественной войны, кто такие полицаи, вот нагоняют полицаев из других регионов, потому что вполне себе очевидно, местные стражи порядка не пойдут с дубьём, да, против своих же земляков. Во-первых, Хабаровск это не Москва, кто такие полицейские, там, росгвардейцы местные, да, это твои же соседи. Их дети учатся в одной школе с этими митингующими, они стоят в одних очередях, эти полицейские точно так же голосовали за фургалы, этим полицейским точно так же не нравится, что их регион обворовывают какие-то московские братки, которые, ну, тоже условно московские-то, потому что проживают эти московские братки вполне себе очевидно где-то за территорией, не то что Москвы, а за пределами Российской Федерации, то есть воруют здесь, а живут где-то там, в тех странах, которые они ругают. Вот, кстати, вчера очень долго сидел, мониторил вообще новости на федеральных каналах, мне было интересно. Ну, скажут что-то, не скажут, потому что, ну, акция протеста достаточно серьёзная, там, 40 тысяч человек, вышли, да, на акции протеста неожиданно, не сговариваясь, вот так вот люди самоорганизовались и вышли, поэтому вот обязательно посмотрю, что сегодня скажет Киселёк, потому что у нас же самоорганизоваться-то люди, по версии Киселька и прочих вот этих фашистов-сволочей, могут только в одном случае, когда выходят на митинг в поддержку Путина или там на бессмертный полк, вот тогда они самоорганизуются. А в Хабаровске в поддержку Фургала люди не могут самоорганизоваться, их кто-то должен обязательно организовать, и там уже в СМИ проходила информация, что нашли они организаторов, нашли, понимаете. Организаторами оказались, классная формулировка, члены команды Фургала. Вот не обратили внимание, у нас всё время, вот если не за путинский митинг, то его организуют какие-то безликие общества, то Госдеп, то члены команды Фургала, то пятая колонна, то есть это люди, у которых нет ни имена, ни фамилии, никого и ничего. То есть это просто что-то непонятное, какие-то кто-то хрен из горы пришли, организовали. Так вот, смотрел вчера новости, ну было интересно, ну думал, ну может хоть там строкой какой-то обмолвятся, хоть слово, хоть полслова скажут. Нет, ничего, из федеральных новостей я узнал, что митинги проходят, протесты проходят, опять начались в Детройте. И опять по той же причине полицейский там схлестнулся с чернокожим. Сейчас там идут, опять начинается какая-то заварушка, и я узнал, что продолжаются митинги в Белграде, в Сербии. Кстати, забавно было посмотреть. У этих дураков-пропагандистов даже ума не хватило записать интервью с Вучичем, так, чтобы было непонятно. Вучич это глава Республики Сербия сегодня, чтобы было непонятно, где он находится. Понимаете, они показывают сюжет о том, что в Сербии, в центре Белграда проходят протесты, причем там несколько лет проходят, я в 17-м году был, там протестовали по ночам постоянно, до сих пор протестуют. Так вот, Вучич давал интервью в это время из Парижа на фоне Эйфелевой башни. И представляете, я говорю, этих негодяев не хватило мозгов, даже на то, чтобы вот это все, ну, как-то поставить его в другое место. И вот, к сожалению, то, с чего начинал, люди, насколько я понимаю, они осознают, что те, кого они сегодня вынуждены кормить, точно так же где-то в Парижах находятся. Как бы они какие-то патриотические лозунги не кидали в массы, какими бы россказнями не сыпали, они все находятся где-то в Парижах, еще где-то. Я не удивлюсь, что скоро и Соловьевых, и Кисельков, и прочую сволочь мы будем наблюдать, они будут записываться и выходить в эфир, ну, как раз откуда-нибудь там из Италии, из ненавистной Америки, из той же Франции. Потому что вот то, что случилось вчера, по идее, это прецедент. И то, что продолжается сегодня, это прецедент. Ну, что такое 40 тысяч для Хабаровска? Немногие понимают, а я вам объясню. Слушайте, там население Хабаровска самого 600 тысяч. 40 тысяч, а я думаю, может быть и больше было, да, это практически 10% населения города. 10%! Где вы такой протест видели? Чтобы 10% населения, а выше даже в Москве, даже на проплаченных митингах в поддержку Путина никогда не выходило 10% населения Москвы. То, что это были горожане, это было вполне себе очевидно. Вот достаточно посмотреть любые кадры вчерашних мероприятий, сегодняшних мероприятий, где видно, что люди идут, в общем, в обычной одежде, там, футболки, шорты, тапочки. Идут с детьми, вот там, я видел кадр, идет мужик, у него на плече сидит ребенок. Идут там с собачками. Ну, по-моему, дураку даже понятно, что когда привозят автобусами каких-то продажных фаршиков, да, они не поедут с собачками, они не поедут с детьми. Безусловно, наверняка на этом все не остановится, безусловно, власти навстречу не пойдут, потому что если власти сейчас пойдут навстречу вот этим вот протестующим хабаровчанам, то всем будет очевидно, что власть дала слабину, и тогда, я больше чем уверен, может полыхнуть по всей стране. Они это понимают и псы режима, поэтому им надо сейчас каким-то образом выкручиваться, поэтому я больше чем уверен, туда в край сейчас везут фашистских полицаев, туда везут каких-то провокаторов, дабы можно было устроить, ну, как раз то, о чем любят рассказывать пропагандисты, что это все проплаченная хрень, проплаченная какими-то, говорю, безликими организациями, типа сторонники фургала. Сейчас у нас, видимо, и такая организация появится, наряду с Госдепом и пятой колонной, и в конце концов ее внесут в какой-нибудь список нежелательных организаций. Но, к сожалению, вот настолько наша власть труслива, лжива, что играет нам на руку, она еще и ленива. Эти ребята, они разучились. Они разучились хоть что-то придумывать, они разучились нормальному противостоянию. Они умеют только врать. А ведь, по сути, давайте задумаемся, о чем просят люди, чего они требуют. Они не требуют ничего сверхъестественного. Они просят о чем? Они говорят, мы, если человек виновен, давайте его судить, если у вас действительно есть какие-то доказательства. Ну, давайте, во-первых, а это сделаем у нас здесь, на территории Хабаровского окрая, потому что в московское правосудие, как мне кажется, басманное московское правосудие, сегодня верят только идиоты. Дураки. А нормальный человек не верит, что в Москве может быть какое-то действительно правосудие. И второй момент. Вы сделаете этот процесс открытым. Открытым. Я не знаю, транслируйте его в прямой эфир, чтобы люди могли зайти куда-то, посмотреть все это, увидеть, что там происходит. Если есть какие-то доказательства, не прячьте, не скрывайте, не делайте его за закрытыми дверями. Если вам действительно нечего скрывать. Но, к сожалению, я больше чем уверен, у этих мерзавцев, у них не доказательств, у них нет ничего. Как-то так.